Привет, друзья! Я, наконец, определился, что женщины всё-таки такие эмоциональные, что они, когда слушают какую-то фразу или когда что-то говоришь, они так реагируют эмоционально. И в этот момент вот эта эмоция заслоняет, так сказать, целостную картину мира. Вот у меня была знакома, я там в своё время в клубе директоров промышленных предприятий СССР у академика Гамбедяна проводил занятия для, ну, там одних героев соц. труда только, человек 12-13 было. И там была герой соц. труда, директор терраспольской швейной фабрики Соловьёва. И она мне сказала такую вещь. Я вот тоже подхожу к работнице, она сидит вся зарёванная, я ей говорю, смотри в точку, да, считай в уме до пяти, вот как ты насучил, говорит. Я говорю, да зачем вы это делаете? Она говорит, да ты представить себя не можешь, что такое работать в женском коллективе. Ну вот, они друг друга заряжают, и поэтому я представил себе вот такую картину. Если бы женщинам дать власть. И вот представьте себе, допустим, все женщины начальницы. Вот и мы живём в стране, или на острове, или в посёлке, где начальницы и все женщины. Да, и посмотреть, что же бы из этого получилось. Поэтому, может быть, мужик для того и нужен, чтобы... Ну, тоже эмоциональный, конечно, но, может быть, он для того и нужен, чтобы как-то... Вот эта эмоция, эта волна, а эта скала, это уже такой козёл, как говорится, да, и она раз на эту скалу, и отходит эта волна. А может, так, может, мужик поэтому и смотрит женщина на мир глазами мужчины. Я так думаю, вы как думаете, всё-таки, можно доверить женщинам власть над миром? Или всё-таки нужно, всё-таки, чтобы была гармония, согласованность, янь-инь? Ну, конечно, вы мне скажете, согласованность нужна, а на практике-то как? На практике как? Очень сложный вопрос. И Соловьёва, герой соц. труда, очень была удивительная, великолепная, добрая женщина. Она была умная, она вот так вот обучала своих сотрудниц, а там на этой терраспольской швейной фабрике их было сотни. Да, поэтому нам нужно научиться обучать всех, тысячи людей, и женщин, и мужчин, и детей, навыкам управления своим состоянием. И будем это делать, и будем это делать. Вот сейчас вебинар у нас будет, а я так его замыслил, там будет как раз-таки объединённые силы всех методов мира. Объединённые силы, да, объединённые силы, ну да, прямо как вооружённых сил, объединённые силы, да, МОЗ, да, да, такой вот. Ну, посмотрим, посмотрим. И на этом вебинаре мне бы хотелось, чтобы вы мне сейчас написали, что бы вы больше хотели. Самая идентификация человека, как быстрее достичь с помощью этих объединённых сил, всех методов, самой соли методов, что бы человек мог открыть себя, открыть свои таланты. Или, может быть, в направлении, как использовать свои способности для того, чтобы выживать, деньги зарабатывать. На чём акцент сделать больше? На чём? На практике жизни или на самопознании? То есть на самопознании, на самосознании или на самореализации, ну, с тем, чтобы практически вот в нашем трудном мире ещё как бы этот талант применить, чтобы и ты был доволен, и окружающие довольны были, и твоя полезность была за счёт твоей неповторимости. Вот эта самая идентификация, открыть себе творца, свою индивидуальность, чтобы ты был неповторимый, поэтому необходим, и за счёт твоей полезности ты жил сам, и дал жить другим, и семью прокормить, и друзьям помочь, и девочке цветы купить. Да? Ну, напишите, на чём акцент поставите. Пишите, не стесняйтесь. Прямо пишите, что вы хотите с этого вебинара получить. Я-то знаю, я дам способ, а вы напишите, какие задачи туда включить.